Всем привет, всем продолжим делать нашу игру, и сегодня мы сделаем так, чтобы наш враг мог бы показывать нам сколько у него жизней. Для этого мы заходим на первый уровень, добавляем новый объект. Тут вы выбираете сами, либо вы делаете через спрайды, точно так же как мы делали нашему прошлому врагу, либо мы будем делать по-новому через бакграунд. Но я хочу делать через бакграунд, потому что, ну, наверное, это будет побыстрее всё-таки. Давайте просто сделаем обычный бакграунд, зайдём его зелёным цветом, не знаю, почему зелёным, захотелось мне зелёный. Уменьшим вот до такого вот размера, ну, давайте уменьшим до размера 40 на 6. Вот, отлично. Так, теперь нам понадобится создать новый поинт. Добавляем новый поинт. Ставим поинт куда-нибудь вот сюда, с этой стороны. Потому что поинт ту бакграунд, а вот здесь. Если я поставлю сюда, то наш поинт будет неправильно определять свою позицию, а так он, в принципе, должен как-то вот так вот встать. Но это мы потом ещё подгоним. Добавляем в контейнер второго кораблика наш бакграунд. Так, что мы делаем дальше? Дальше мы делаем вот такое вот событие. Так, во-первых, подставляем все события в нужную игру, чтобы потом не запутаться. И делаем такое событие. Всегда. Наш бакграунд определяет свою позицию по объекту новому врагу. По поинту 3. Так, смотрим, как он определяет или не определяет. Так, я немножко не в ту сторону подвинул, значит, наш поинт. Так. Вот это будет идеально. Так, ну вот, в принципе, этого хватит. Что мы давайте сделаем теперь? Теперь мы сделаем так, чтобы, когда наш враг исчезал бы, то и сверху тоже бы исчезал. Потому что совсем некрасиво, когда будет просто летать зелёная полоска без врага. И мы так сможем отслеживать местоположение нашего врага. Так, заходим в событие. Делаем такое событие. Если видимость врага равна, ну, допустим, меньше 90%, то и наш бакграунд становится невидимым. А если у нас видимость врага больше, чем 90%, то видимость становится 100%. Смотрим. Вот наш враг исчезает. И у нас исчезает полоска. Где наш враг? Помогите, помогите. Нас убивают. Так, ну вот. Давайте теперь сделаем так, чтобы эта полоска была бы привязана к жизнью нашего врага. Так, значит, всего у нас, у врага 5 жизней. Значит, мы должны определить 5... Опять сразу приватную переменную. Вот, если приватная переменная 0, то наш враг уничтожается. Это у нас уже есть. Если приватная переменная... Ну, давайте начнём с конца. 5. Так, что мы делаем дальше? Если у нас 5 жизней, то размер нашей полоски становится 40. Становится 40. Если же у нашего врага 4 жизней, то размер нашей полоски становится... Нам надо будет 40 разделить на 5 и умножить на 8. Это получается 32. Так. Если у нас будет 3 жизни, то опять же нам надо считать. 32 минус 8, это у нас 24. Какой я хороший математик. Так, если у нас 2 жизни, то 24 минус 8, это у нас 16, насколько я помню. И если у нас 1 жизнь, то ширина нашей полоски становится, наверное, 8. Потому что 16 минус 8, это вроде как было 8. Так, ну давайте уничтожим нашего врага. Вот, мы видим то, что полоска отнимается наш врагу, мудряется исчезнуть. Вот, мы его бьём, бьём, мы косим, в нас попадают. Если таких врагов будет много, то убить их будет очень сложно. Кстати, не делайте очень сложные уровни для наших игроков. Потому что если игра очень тяжёлая, то это отпугивает многих игроков. Если самый первый уровень, то уже очень-очень сложный. Ну вот, в принципе, всё. Я сказал и показал всё, что я вам хотел на сегодня. В следующей части мы сделаем спецэффекты для нашего врага. И, кстати, я думаю, мы сделаем для двух наших врагов. И для первого, и для второго. И также, может быть, ещё и для главного героя. Чтобы у нас был бы как бы огонь, когда мы стреляем. И после мы начнём делать спаул наших врагов. Чтобы они у нас, опять же, появлялись за игровым уровнем. И летели бы вот сюда, к нам. Ну и всё. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Распространяйте этот курс. И всем пока!